Улицу Дзержинского туи сегодня украшают последний день. Спасатели прогнозируют в Красноярске заморозки до минус двух градусов, поэтому специалисты управления зеленого строительства спешат уберечь экзотические деревья. Катки один за одним грузят в грузовики и везут в теплицы. Всего улицы города этим летом украшали 141 пальма и 56 туй. Все обещают вывезти за неделю. Они специально будут установлены в теплице, который не очень высокий потолок, то есть высоту, чтобы они не росли, потому что они у нас достаточно сильно уже выросли за все эти годы. И сейчас вот даже для их перевозки приходится выбирать достаточно замысловатые маршруты, потому что не подо все мосты, например, они уже проезжают, не подо все опоры. И поэтому сейчас вот в последние годы стараются, чтобы они росли не ввысь, а вширь укреплялись. Сегодня в теплице переехали сразу несколько десятков пальм и туй. Агрономы устроят им душ со специальным раствором. Там им предстоит пережить долгую сибирскую зиму длиной в 9 месяцев. Температура в теплицах около 10 градусов. Специалисты управления зеленого строительства рассказывают, два раза в неделю будут подкармливать экзотические растения, рыхлить землю и поливать. За раз на одно дерево уходит около 60 литров воды, а значит 900 тонн за всю зиму. И все желтые веточки за это время обновятся. Переживать не стоит. Увидание на солнце – это нормально для растений. Ну, во-первых, сильное солнце. Порой ведь как солнце светит сильно. Вот это типа ожогов солнечных. Но это всегда, всегда. Вот даже если поехать куда-то на юг, там все равно желтые листочки есть у пальмы. Это у них такой процесс, что обязательно будут желтые листочки. Мы все это обрезаем, конечно. Красноярцы к экзотике стали относиться бережнее. В этом году все пальмы остались в целости и сохранности. Чего нельзя сказать о прошлых годах. С 2008-го деревья пережили даже поджоги. Радовать красноярцев вновь экзотические растения будут уже со следующего года, с конца мая. За это время все катки обещают покрасить и отреставрировать. Ольга Хохлова, Алексей Егоров. Афонтова новости.